Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут корреспонденты национального телевидения «Чуваши» и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. На особым контроле в Чувашии еще не все дома и социальные объекты получили тепло. ЧП в Новочебоксарске. Следственный комитет расследует обстоятельства происшествия с подростком. Их сердца отданы детям. В Чубоксарах поздравили учителей с профессиональным праздником. Более 5000 человек в республике живут без тепла в домах, хотя отопительный сезон учился еще 26 сентября. Среди проблемных муниципалитетов – Батревский, Чубоксарский, Марпасадский районы. Сегодня на еженедельном совещании при главе Чувашии обсуждали вопросы отопительного сезона. Министр строительства Олег Марков рассказал, что первыми тепло получили жители Канаша. Быстро подключили отопление в Ядренском районе и Чубоксарах. На данный момент функционирует 99% котельных и топочных, 99% домов, школ и детских садов есть тепло. Однако хотелось бы отметить, что в ряде муниципальных образований и сельских поселений остаются пока нерешенными вопросы по подаче централизованного тепла на квартирные домах, в том числе и объекты социальной сферы. На сегодняшний день это три школы, два детских сада и два учреждения здравоохранения. Нет тепла в трех домах в Батырево. По информации министра, эти объекты подключают индивидуальное отопление, но до сих пор не заключили договоры на поставку газа. В Атлашевском сельском поселении централизованная система отопления не подключена в 51 дом, а также в школу, детский сад и больницу. Также без тепла вышли их в Маргаушском и Марпасадском районах. Самое проблемное это от Атлашевской больницы. Больных мы оттуда эвакуировали, то есть кого можно было перевезти, перевели в ЦРБ, перевели в город, там организуют только амбулаторные приемы. Оттверждаем у нас три учреждения, три школы и два садика. Из всех муниципальных образований, конечно, наибольшая проблема в Атлашево, потому что там и школы, 375 детей и садик, 184 ребенка. Садик работает, они включают обогреватели, и сегодня утром 180 детей в садике. По информации главы администрации столицы Алексея Ладокова, за неделю в единую диспетчерскую службу города с жалобами на отсутствие тепла обратились жильцы пяти квартир. Государственный жилищный инспектор Иван Никитин сообщил, что за неделю выявлено более тысячи нарушений, из них более 300, за несвоевременное подключение к теплу. Мы готовы. Вынесены представления в адрес глав поселения Ишлейского сельского поселения, Каудейского сельского поселения и материалы переданы в суд исковое заявление для понуждения органам местного самоуправления выполнить эти работы. Вопрос контроля. Я лично не снимаю доклады утром, вечером, пока последняя семья не получит тепло. Глава Чувашии сообщил, что на инвестиционном форуме в Сочи республика была названа в числе восьми лучших по платежам запотребленный газ. «Газпром доверяет» нам, заявил Михаил Игнатьев. Сейчас у Чувашии и «Газпрома» договор. Идет газификация Чебоксар и Новочебоксарска. На еженедельном совещании также обсудили вопрос диспансеризации. Плановыми досмотры в этом году должны пройти 23% населения или 230 тысяч человек. 208 миллионов рублей будет потрачено за счет обязательного медицинского страхования. Диспансеризация каждого человека будет стоить от 400 до 2000 рублей, в зависимости от выявленных заболеваний. В результате диспансеризации создаются три группы здоровья. Первые две не требуют дополнительного лечения. Выявленные по третьей группе будут проходить дополнительное обследование лечения. «Главным результатом диспансеризации является то, что были выявлены практически 70% факторов риска у, как это не печально звучит, почти 100 тысяч граждан, которые имеют различные факторы риска». По данным Минздрава, треть населения республики, прошедших диспансеризацию, отнесены к первой группе здоровья. Каждый пятый во второй группе. Почти половине диспансеризированных необходимо дополнительное лечение. Среди выявленных заболеваний – сердечно-сосудистые патологии, злокачественное новообразование и сахарный диабет. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Отопительный сезон обсуждался сегодня и на видеоконференции с главами муниципальных образований. Министр строительства еще раз привлек их внимание к нерешенной пока проблеме. Те, в свою очередь, оправдывались, как могли. Долги у теплоэнергосети образовались. Это в связи с тем, что теплоэнергосети четыре котельные оставил в Кугесе. И сегодня Атлашева оказалась заложником этой ситуации. На днях администрация района полностью рассчитается за долги. И тепло будет подано в дома Атлашевского сельского поселения. В детском саду в Ишлеях тепло будет подаваться от завода. Сейчас завершен ремонт блочно-модульной котельной. Но подрядная организация никак не может подписать документы. А ее руководитель скрывается. И такие проблемы с подрядчиком ни в одном муниципалитете. Тогда я поручаю Олеге Ивановичу вам подключить арсу и назор, а не ваше бедение, да? Как инспектора. Совместной жилищной инспекцией надо найти. Это лицо и понудить, чтобы они подготовили всю документацию, соответственно, и представили. В ином случае разрешение на подключение газа не дано. То есть эти дети – наши дети. Основная причина отсутствия тепла в домах в селе Батрио, по словам главы района, нерасторопность самих жителей. В ближайшие дни тепло в помещениях будет, заверил Николай Глухов. По его словам, есть в районе и другие проблемы. Потопление общежития плода питомника и училища. В их решении Глухов попросил помощи от республиканского правительства. Есть у нас обратная связь. Поэтому даже те многоквартирные дома пока не имеют тепло, примите все меры, уважаемые главы администрации районов и городов. Вот самый лучший пример в этом году – это город Чебоксада. Поэтому давайте работаем круглого в суточном режиме всеми частными организациями, которые пришли на этот рынок. На этот рынок они пришли с благословления должностных лиц администрации районов и городов, потому что без этого это не происходило и не происходит. Кто там ушел с работы, кто не ушел – это вопросы другие. Их надо всех заставить работать на благо жителей своих муниципальных образований. Обсудили на видеоконференции ход уборочной, которая в этом году затянулась. Вот в воскресенье темпы уборки увеличились. И вот за воскресенье где-то 600 гектаров убрали. Но на сегодняшний день убрано 7 350 гектаров. Это составляет 69,5% от уборочной площади. Больше всего не убрано площадей в Батревском и Комсомольском районах. Завершается уборка картофеля в Ибресенском и Порецком. Низкие темпы в Красноармейском и Маргаушском. Сейчас к отстающим перебрасывают технику. В выходные на полях работали 2000 студентов. Наступившая неделя должна стать решающей. Погодные условия прогнозируются более благоприятные. Надо организовать работу вручную, после копалки, шевареалки, какие есть. Все нужно подключить для того, чтобы в течение этой недели по максимуму мобилизовать и население, и всех жителей, включая, допустим, и студентов с городов, для того, чтобы убрать эти площади. По словам Михаила Игнатьева, это не только возможность пополнить закрома, но и получить прибыль. Хлеб убирали в любую погоду. Татьяна Молкова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня на ежедельном совещании с руководителями исполнительных органов власти не присутствовал министр экономического развития, промышленности и торговли. Глава Чувашии своему казму освободил Алексея Табакова от занимаемой должности. Временно исполняет обязанности министра первый заместитель Владимир Аврелькин. К другим новостям. В Новочебоксарске 12-летний мальчик выпал из окна 7-го этажа. ЧП произошло в минувшие выходные. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вечером 5 октября в правоохранительные органы города Новочебоксарска поступило сообщение. На крыше одноэтажного пристроя к многоэтажке по улице 10-й пятилетки лежит 12-летний мальчик без сознания. Эту информацию рассказал отец подростка. Как сообщили в следственном комитете, мужчина с сыном находились в квартире. Ненадолго взрослый вышел из комнаты, а когда вернулся, увидел открытую балконную дверь и лежащего внизу ребенка. В настоящее время следователями выясняется обстоятельство падения. Закрытый черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими травмами, несовершеннолетний госпитализирован в реанимационное отделение лечебного учреждения, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, семья, в которой воспитывается мальчик, благополучная. В настоящее время следователями проверяется как версия несчастного случая, так и попытки суицида. Мотивы такой попытки сейчас устанавливаются. Пока следователи выясняют причины произошедшего, на местном форуме появилось сообщение. Мальчику требуется кровь четвертой группы, положительный резус. Желающие помочь могут обратиться в центр переливания крови. Тылы под надежной защитой. Сегодня в Чубакстарах отметили 81-ю годовщину образования гражданской обороны. Все те, кто в мирное время обеспечивает безопасность граждан, готовы к самым экстремальным ситуациям. Спасатели доказывают, это часто на деле. Помощь всегда приходит вовремя. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Торжества в честь очередной годовщины гражданской обороны должны были состояться еще три дня назад. Но 4 октября было не до праздников. Спасатели Чувашии принимали участие в крупных учениях. Всероссийские тренировки в регионах устраивают постоянно. Еще чаще свои навыки им приходится применять при ликвидации реальных ЧАЭС. Лесные пожары, аномальная засуха, аварии, взрывы в жилых домах. Они там, где помощь действительно необходима. Сотрудники главного управления МЧС, сотрудники министерств, ведомств никогда на территории республики в виде людей один на один не оставляли. Они ощущают, что на самом деле государство сегодня принимает такие решения, чтобы наши люди были в защите от любых ситуаций, чрезвычайного этого характера, техногенного этого характера. В беде спасатели республики не оставляют и жителей других регионов. Экстренные службы со всех уголков страны помогали ликвидировать последствия наводнения на Дальнем Востоке. Сотрудникам МЧС из Чувашии пришлось работать на самой опасной территории, в Хабаровске. Эвакуировали людей, помогали доставлять продукты и охранять жилища от мародеров. Все те, кто отличился при ликвидации ЧП на Дальнем Востоке, сегодня получили заслуженные награды. Юрию Каргину медаль прислали из Москвы. Героем торжественного собрания стал и водитель пожарного автомобиля из Большого Сундыря. За отвагу на пожаре, который произошел весной, ему также вручили медаль. Приехав на место происшествия, Владимир Кольцов начал первым оказывать помощь людям. Ранним утром поступил звонок. Сообщили, что горит дом. Он сразу выехал на пожар. При прибытии приехал сам первым, никого еще не было, никаких больше машин не было. Пока развернул, воду дал и побежал там спасать. Одного человека вытащил. На помощь спасателям сейчас приходит современная техника. Автомобили, катера, самолеты. В ближайшие годы в регионах модернизируют и системы оповещения. Именно сейчас начал формироваться новый облик гражданской обороны. Свою эффективность эта система показала давно. На счету тысячи спасенных жизней. Как бы не было тяжело, они первыми приходят на помощь. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. В интернет-сети появилось видео очередного ДТП на кольце у Шубашкара. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на перекресток с кольцевым движением. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в автомобиле Киа Спектра находился сотрудник отдельного батальона Патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Чебоксары. В результате ДТП пострадал сам водитель иномарки, который получил незначительные телесные повреждения. Супруге водителя, которая также находилась в салоне автомобиля, медицинская помощь не потребовалась. По факту аварии руководством МВД Почувашской Республики назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел. Неожиданный финал индийской выставки. На прошлой неделе гости из Индии активно приглашали чебоксарцев познакомиться со своими экзотическими экспонатами и даже предлагали приобрести понравившиеся товары. Но, как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФМС Почуваши, торговля была незаконной. В итоге более 40 граждан Индии оказались задержаны. Всего составлено около 50 протоколов. Семеро иностранных граждан находятся в спецприемнике, остальных отпустили. По сведениям РИА Новости, 41 нарушителя штрафован на 2000 рублей. Пятерых из заштрафованных ожидает принудительное выдворение с территории России. Еще 34 обязаны сами покинуть пределы страны. Временно исполняющий обязанности главы Минэкономразвития Чуваши Владимир Аврелькин сообщил, что министерство окажет поддержку пострадавшим от этой ситуации. Работать с детьми, их воспитывать и учить с понедельника по субботу, наставлять и еще любить – это все про учителя. Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах мира отмечается День учителя. Самые теплые слова и пожелания в адрес работников образования в прошедшие выходные звучали и в Чебоксарах. От учителя всегда ждут чудо, а когда оно случается, его не замечают. Но правительство республики заботится о том, чтобы работа преподавателей оценивалась по достоинству. В праздничный день почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской республики» получили преподаватель биологии лицея номер 18 города Новочебоксарска Надежда Захарова, учитель иностранного языка Шумуршинской средней школы Светлана Жилкина и учитель физики гимназии номер 8 города Шумерля Татьяна Филипова. Также почетной грамотой Министерства образования России наградили 10 победителей конкурса «Лучших учителей страны». В качестве премии 200 тысяч рублей. Одной из них стала Елена Свинина. Стаж работы с детьми у нее более 20 лет. Я чувствую безмерное счастье, благодарность, благодарность учащимся, благодарность их родителям, коллегам и безмерная благодарность правительству нашему, Министерству образования за то, что оценили мой скромный педагогический труд. Коллегам я пожелала бы прежде всего здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания в коллективе, благодарных учеников, пытливых учеников, чтобы они не мечтали о чудесах, а жили в этих чудесах. Искренне желаю пытливых учеников и огромного счастья вам в работе и в жизни. И пусть чудо в вашей замечательной работе случается чаще, и пусть это чудо замечают все. Праздник! Хотя день и осенний, а настроение у учителей солнечное. Все они улыбаются, поздравляют друг друга, и кажется, действительно, профессия учителя делает их счастливыми. Дорогие коллеги, уважаемые родители, наши милые дети, всех вас я поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю, чтобы душа наполнялась счастьем, радостью и море-море улыбок в сегодняшний праздничный день. Уважаемые коллеги, разрешите мне от своего имени и от имени нашего коллектива Соланческой школы «Интернат» поздравить вас всех с праздником, Днем Учителя. Ну и я пожелать вам хочу всего самого хорошего, но самое главное, чтобы было у вас здоровье и понимание детей. Чтобы вы с детьми всегда находили общий язык, и чтобы не было никаких проблем у вас с детьми. Еще раз праздник у вас! В жизни каждого из нас есть учитель, которого мы вспоминаем с нежностью, благодарностью, теплом и уважением. А в их сердцах практически каждый ученик оставляет свой след. Самое главное для учителя, чтобы состоялись их ученики, и чтобы они говорили, вот были такие учителя, благодаря этим учителям я достиг таких-то, таких-то, таких-то больших успехов и достойное место занимаю в нашем гражданском обществе в России. Что бы ни происходило в мире, профессия учителя всегда останется востребованной. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Срубил дерево, посади два, гласит народная мудрость. Но лучше не рубить, а сажать как можно больше. И желательно большой компанией. Так и веселее, и результат впечатляющий. Об этом не понаслышке знает добровольческая команда. Она продолжает расчищать и восстанавливать горельники Заволжья. Более трехсот добровольцев выехали в Заволжье сажать деревья. Среди них студенты, преподаватели, активисты зеленого движения ЭКО, сотрудники Минприроды Чувашии, Лесопожарной службы и Чебоксарского лесничества. Это уже вторая акция за год по посадке зеленых. С каждым разом участников становится больше. Увеличивается и количество молодых деревьев. Добровольцы в этот раз посадили 30 тысяч саженцев сосны обыкновенной. Это все, о чем мы хотели рассказать. Я с вами не прощаюсь. Через несколько минут смотрите программу «По существу». Наш гость – народный художник Чувашии Анатолий Силов.